Комитет общественной палаты по транспорту и дорожной инфраструктуре собирался и раньше, но впервые его посетил глава города. На повестке дня вопрос развития сети маршрутного транспорта. Претензий к работе перевозчиков масса. Вот письмо жительницы сортировки. Утром остановка аптека и спутник, 8.20 примерно, маршрутки открываются, видны только спины, автобус тоже переполнен. Вечером с 17 до 19.30 такая же ситуация начиналась с юридической сортировки, а то и раньше. Бывает, что уже на юридическом не зайдешь. Людей становится сортировки все больше и больше, особенно зимой. Дома все строятся, транспорт проходил, так и ходит по тому же графику. Причем убрали два маршрута, 27 и 155. Неужели нельзя ничего предпринять? По обращению жительницы на место отправилась комиссия от комитета по транспорту в компании съемочной группы одного из телеканалов. И в тот день транспортных проблем на сортировке не было. В этом сюжете выступала руководитель ТОСа Дружной сортировки, который заявил о том, что проблем с транспортом практически нет, что она даже уже не звонит, потому что все хорошо. После этого сюжета мне на мой личный случай в вечере поступило несколько звонков от жительницы. Они мне все зафиксированы, записаны. И люди, собственно говоря, мне начали задать вопросы, почему так показали, что это такое, что это не соответствует действительности. Следующим утром, не перед телекамерой, конечно, а перед объективом мобильного телефона общественников, предстала совершенно иная картина. Жители района от мала до велика плечом к плечу в одной маршрутке. Дверь с трудом закрывается, а на остановках настоящие очереди. Почему не хватает транспорта? Почему перевозчики не развивают автопарк, не делают его удобнее для людей, тогда как стоимость проезда дорожает по нескольку раз в год? Ответ на эти вопросы скрыт в конкурсной документации на право осуществлять работу на маршруте. Оказывается, опыт ценится комитетом по транспорту гораздо больше, чем инновации. Перевозчик, который ранее выигрывал конкурс, уже за это получает значительное количество баллов и имеет преимущество перед теми, кто выставляется впервые. Потому развиваться бывалым держателям маршрута ни к чему. Аукцион они и так выиграют. Это мешает конкуренции. В комитете по транспорту проблемы в этом не видят. После проведения процедур конкурсов у нас не было каких-либо жалоб и заявлений по наполнению данного постановления, определяющего конкурсную массу. Вот как раз все показатели. Никто из претендентов не оспаривал данные положения, данную шкальную баллы, вот эти шкальность не оспаривал. Поэтому мы готовы к дальнейшему взаимодействию в плане каких-либо рекомендаций. Не нравится общественности и закрытость транспортной системы. Очень сложно понять, сколько должно работать машин на каждом маршруте. И гораздо сложнее отследить те ли автобусы, с которыми выигран конкурс, выходят на линию. Ну и, конечно, ГЛОНАСС. Вопрос этот поднимается из года в год, но ситуация с мертвой точки так и не сдвинулась. Автобусы системой слежения оснащены, но она не работает. Мы, например, видим, как у нас разработано приложение для, в том числе, мобильных телефонов по ИПТ. То есть там прямо по троллейбусу видно, когда он там к остановке к твоей подъезжает. И если график сбивается, можно отследить, да, то есть там передвижение, там, насколько он сбился и так далее. Ну, то есть это совершенно банальный трекер, который должен на всем автобусном парке города стоять, независимо от того, частный, там, муниципальный. И, конечно, это и будет как раз механизмом контроля. Сейчас зачастую мы как видим ситуацию? О том, что автобусы должны быть на одном маршруте, а работают совершенно на другом. Просто из-за того, что он более ликвидный. Система мониторинга транспорта поможет держать перевозчиков под контролем. А значит, это дело нужное и важное. Общественники также предлагают в придачу к маршрутам предпринимателям давать социальную нагрузку. Устанавливать информационные аншлаги с расписанием движения транспорта. Так и бюджет в сохранности, и горожанам удобно. Администрация, она ни в коем случае не будет закрываться от предложений как общественной палаты, так и иных общественных организаций, которые хотят участвовать в разработке новой транспортной сети города. То есть, для нас это действительно очень важно, и нам важно слышать всех и перевозчиков, и потребителей этих услуг. Потому что жалоб идет действительно очень много. И с транспортом практически большая часть населения постоянно сталкивается. Глава города все предложения взял на карандаш. Быть может, уже в следующем году транспортные проблемы найдут свои решения. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. Если...